так забавно выхожу в эфир и первый комментарий который вижу очень сильно ржущий смайлик это хороший знак здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья присоединяйтесь подключайтесь наш эфир под чириканье птичек под деревенские звуки лая собачек в моей деревне под названием марина долларей я сейчас проведу с вами чудесный замечательный волшебный прямой эфир в котором я вам расскажу о совершенно необычном совершенно потрясающем опыте погружения в свои прошлые жизни при помощи специальной терапии рада вас всех видеть сегодня ко мне в течение нашей беседы присоединится тот человек который меня вводил в эту сказку за ручку меня контролировал есть специальные спида люди которые обучаются в университетах не просто психологи да а это и называется регрессолог дача который помогает людям уйти в игры в регрессивную тире провести правильно ли сегодня нужно сейчас скажу сейчас скажу регрессивная терапия давайте лучше спросим валерию потому что она вот лучше понимает этой системе терминологии я просто поделюсь с вами человеком который знает и может расшифровать вот эти путешествия своей прошлой жизни и это кстати тот же самый человек который как раз таки однажды мне посоветовал на василису когда я была на нее очень сильно сердит из-за какого-то проступка не эмоционировать не включается в заряженность а вспомнить себя и сохранить контакт с ребенком нежели включить строгие меры и еще усугубить ситуацию очень мудрые советы от валерия получила в общем хочу ее прям уже подключить чтобы мы уже вместе могли вести эту беседу я сразу предупреждаю я немножечко беременная поэтому меня мысли мне нужна будет ваша поддержка помощь понимание я добавляю валерию мой эфир здравствуйте валерия еще раз здравствуйте потрясающий интересный человек который вам сейчас расскажет и расшифрует как вообще это работает почему это интересно нужно причем я хочу добавить еще что валерия она работает не только как бы со мной с обычными людьми она у нее огромное количество клиентов в виде очень известных лица публичных лица нашей страны публичных известных не только в шоу-бизнесе или каких-то сферах таких до публичных но и бизнеса политики и люди за которыми стоят большие деньги большие истории до которым нужно иногда понять почему какие-то определенные трагические события или например какие-то финансовые неувязки да или что-то в личной жизни случается по кругу опять и опять и человек иногда не под силу понять почему он все время идет не по той тропинке и вот заходя в свои прошлые воплощения это очень интересно ты начинаешь осознавать откуда в тебе длятся вот эти ниточки почему ты неосознанно вроде бы все тебе говорит не ходи туда а ты все равно прешься наступаешь на те же грабли ломаешь об них набиваешься вишишку и потом думаешь еще и туда поперся а потом становится понятно что туда ходил и как и что с этим делать так что приветствуем валерию в нашем эфире привет вам вообще из москвы потому что вы находитесь вообще на другом конце земного шара от нас вот и у нас уже глубокий вечер а у вас у нас наверняка есть вообще со всей планетой люди да да конечно вот да регрессион терапия называемый силой в лисе до регрессионные все да уже не важно как это все называется вот регрессия регрессион от английского возвращения назад во времени и регрессии и регрессологи это люди которые работают с воспоминаниями осознанными вытеснены вот туда в область нашим бессознательным мы работаем с пространством этой сегодняшней жизни с какими-то событиями раз какими-то паттернами сложившимися поведением вот как раз да разблокируют эти связи эти цепочки помогая человеку сверху мкада по которым он может ехать и хорошие сравнение про мкад наше бессознательное но на 90 процентов определяет всего что сами происходит здесь на уровне сознания потому что мы до ну 30 процентов в течение дня там раз 30 наверное проходим через состояние транса а транс трансовое состояние это всего лишь там элементарная задумчивость фантазии это когда фокус внимания обращается внутрь внутрь нашей собственной вселенной и мы можем заниматься какими-то делами автоматически например да пометать мыть посуду водить автомобиль при этом мы можем находиться в своих мыслях и спроси нас потом как мы проехали эту часть пути помыли эти пять тарелок да еще что-то сделали мы не помним в трансе так вот да ничего в этом такого мистического фантастического большому счету нет и многое из того что люди думают и называют волшебством уже объяснили ученые работы головного мозга который может функционировать на разных режимах альфа тета гамма если говорить про регрессионную терапию например да и конечно мы все знаем что мы прошли тысячу каких-то тренингов прочитали массу книг сами себе тысячу раз сказали что все завтрашнего дня да и дальше у каждого свой список я не кричу на детей я там не делаю того или делаю что-то следующее потом происходит события ситуация и в считанные доли секунды до происходит то что происходит и мы потом себя карим говорим ну вот опять да и вот почему это происходит какие механизмы они все вот там на уровне бессознательного и наша душа наша бессознательно это как черный ящик на борту самолета который все пишет даже то что мы не помним и вот да трансовое состояние такой код доступа который позволяет как раз получить доступ к тем событиям которые болят которые нуждаются в исцелении перепросмотре потому что мы-то запоминаем события такими какими мы были когда-то вот в год в два в три еще вчера и они туда сгружаются в бессознательно и определяют наши отношения к самым разным вещам и здесь целая система верования установок убеждений наших выборов до которые возможно уже вообще не актуальны но мы давно не пересматривали вот регрессия эта возможность пересмотреть перевыбрать и отделить прошлое от настоящего потому что мозг и сюда также устроен вот почему это происходит вот снова и снова одно и то же потому что мозг обрабатывает информацию на сто процентов только первый раз когда он видит что-то похожее на то что уже когда-то было события человек ситуация он тут же начинает выгружать проекции с прошлого в будущее говорит это вот это это об этом тоже это знаешь запуская соответствующие вот тому события чувства эмоции ощущения и все наше настоящее становится копии нашего прошлого а будущее копия нашего настоящего удивительно так и работает да это вот ну это все очень просто на самом деле когда ты понимаешь как ты устроен да и почему все так на пальцах можно объяснить беременность противопоказания нельзя и такие слова звучат трансовое состояние мне кажется люди которые но не особо сведущие не подготовлены они думают что это я сижу там в трансе да там и вы меня вводите в транс гипнозами там работы это абсолютно не про это ребята скажите что беременность абсолютно то есть ты сидишь я сидела вот на этой самой кровати и общалась вот так же в окошке я видела себя видела валерию и она со мной рассказывала беседовала просто закрыв глаза я смотрела кино про себя то есть меня просто валерия вела за собой своим голосом куда я иду и открывала своем подсознании определенные дверки туда сходили сюда сходили ну вот скажите вы 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 как высоко образованный человек является ли беременность противопоказаниям как часто можно делать и так далее регрессия это вообще осознанная медитация мы все медитировали тысячи раз закрыв глаза просто послушав свое дыхание тоже медитативное трансовое состояние да вот в регрессии мы можем находиться в этом состоянии чуть подольше сделать ту работу которая нужна если говорить про беременность то мы работаем но например если я работаю с группами да то беременных я не очень туда пускаю потому что там мы можем делать тяжелую работу какую-то это может быть не очень полезно для плода если говорить про индивидуальную работу то конечно это подготовка к родам снятие страхов тревоги чем собственно и пришла да потом на уровне своей души мы можем пообщаться с кем угодно независимо от того жив человек где он находится по меркам земного реального времени даже со своими детьми собственными и спросить почему они вот так не поступают да в том числе вот с тем и маленьким чудом которая живет и развивается там животе для того чтобы поговорить и узнать и чего он вообще идет как можно ему помочь такими задачами да может быть у него есть какое-то послание которое ему важно донести вот уже сейчас на этом этапе и все это мы исследуем прогрессии вот так же мы исследуем вообще свой собственный опыт внутриутробного периода и эта память есть у всех у нас которая вроде бы заблокирована осознанно наше тело помнит там еще сознание может быть осознанность была не очень сформирована но на уровне чувства ощущений каких-то пониманий представлений это уже было более того мы напитываемся отношением наших родителей к тому что происходило даже вот когда мы были вот раби-матери помните когда мы с вами начинали только нашу консультацию вы спросили меня как тебе а как как сашу тебя ждали родители и я рассказала что моя мама да вы хотела какой-то момент у нее был очень сильный токсикоз и настолько сильный что там была уже неукротимая рвота она не могла ни жить не дышать и она хотела сделать даже прерывание беременности но добрая там акушерка и поставил какую-то капельницу и вот мы выяснили почему у меня по жизни вот это ощущение всем показать и доказать что я хорошая я достойная я оставьте меня я вам покажу что я не зря я здесь живу эту жизнь да это очень часто бывает бывает наоборот ребенок в этот момент когда в нем сомневаются когда решают делать аборт или нет и он вроде бы не очень нужен ребенок может наоборот забрать занять другую позицию замкнуться сжаться там кстати я разговаривал с акушерами когда например женщина приходит на аборт иногда плод даже выскобить не могут он куда-то там забивается вообще потому что мы все это чувствуем проживаем и человек потом во взрослой жизни он также в критических ситуациях занять меньше места не связываться только оставьте только не трогайте вообще благодарен за то что живу по-разному это бывает многие проблемы с весом уходят вот туда же к тем детям которые были нежеланные которых не очень хотели или сомневались да мне прям клиенты вспоминают как они в этот момент начинают раздуваться и говорит что вы меня отсюда не выкурить занять больше места и в дальнейшем эти люди уже дети набирают вес вообще казалось бы с чего занять свое место да доказать свою значимость я вообще здесь есть да поэтому все это исследуется ну конечно наша душа хранит память и о наших прошлых воплощений и о воплощениях наших предков и можно как угодно к этому относиться и по большому счету к вере это не имеет никакого отношения есть феномен в трансе люди вспоминают свои прошлые жизни видят себя участниками тех событий в которых мы здесь в этой реальности точно не участвовали потому что это другое тело другая эпоха причем люди потом присылают из википедии подтверждение того что они видели в регрессии они даже надо предметы не знают как называются описывают их там на пальцах потом присылают говорит валерия я вам так коряво объяснял вот 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 это я видел например и вообще если говорить про метод регрессионной терапии то как метод он сформировался в 80-х годах в америке да вот саш там где вы сейчас живете вот потому что просто вообще люди всю жизнь вернее на протяжении веков вспоминали свои прошлые жизни об этом бесчисленное множество свидетельств тот же джордана бруно которого как известно сожгли на костре за то что он утверждал что земля круглая он также утверждал что душа да она перерождается из одного тела другое может быть хоть в теле человека хоть в теле животным и таких там примеров миллион да если вы зайдете на мой сайт например у меня есть перечень всех людей там и джек лондон да и лев толстой например вот то есть там да там леонардо да винчи понятно вот и люди просто спонтанно вспоминали про свои прошлые жизни и оставляли свидетельства об этом и дальше когда стали исследовать трансовые состояния уже в прошлом веке в америке то люди стали вдруг вспоминать свои прошлые жизни и это стали исследовать вообще как все в нашей жизни сначала происходит случайно спонтанно например я в своей жизни в детстве помнила несколько фрагментов своих прошлых жизней я конечно не знала что это прошлые жизни я приставала к своим родителям и спрашивала мама а почему я помню другого папу другую маму какой-то деревенский дом папа такой коренастый с бородой и я помню как я маленькая девочка в чем я одета вообще как я выгляжу что мы идем с этим папой за дом рубить головы куром и папа рубят эти куры еще без голову так вот там бегу видимо для меня до того ребенка это было такое яркое воспоминание что оно перешло и в эту жизнь но я знаю теперь для чего да потому что это мне помогает когда я работаю вообще с психосоматикой понимая как мы устроены потому что да и змеи например которым отрубают голову да что в течение часа по моему или двух эта голова может еще укусить она активно сознание сохраняется да ну и так далее и это вот и когда я работаю с телом мы работаем с нейронными сетями мозга и спиной мозг вообще наш древний мозг который хранит очень много информации и позволяет нам тоже очень эффективно работать с заболеваниями например ну неважно да и вот дальше весь мой путь это были бесконечные исследования и я вспоминала свои прошлые жизни находясь каких-то местах например при каких-то событиях конечно я не понимала для чего вообще мне это и что это такое я училась в разных школах исследовала и пробовала разные практики вот нет ничего чего бы я не попробовала кроме наркотиков да и вот я хотела понять а как это работает а почему мы это вспоминаем а для чего потом я стала понимать как вот этот опыт прошлого влияет на то что происходит со мной в этой жизни потому что мы путешествуем из жизни в жизнь огромным количеством душ встречаясь в самых разных ролях и ситуациях и когда ты вспоминаешь историю прошлого вот это главный вопрос смотрите валерия очень многие задают зачем ходить в прошлое вот когда ты понимаешь как ты связан был с теми людьми знаете есть анекдот когда ребенок спрашивает мама мама как вы познакомились с папой она говорит ты знаешь в прошлой жизни у меня на костре сжёг я пообещала что в следующий я его найду и отомщу анекдот но оно примерно так и есть и не просто так да с кем-то у нас напряженные отношения вообще не просто так вдруг какой-то человек знать нас не хочет и мы еще ничего ему не сделали здрасте ему уже не сказали он уже нас ненавидит у этого есть какая-то история так вот да в регрессии вообще всего лишь скажем таких два запроса мы либо открываем те жизни которые содержат первопричины того что мешает нам быть здоровыми богатыми счастливыми найти свое предназначение в этой жизни здесь и сегодня либо те жизни те события которые содержат накоплены душой родом навыки таланты способности которые уже важны и нужно вспомнить чтобы активировать эту память вот собственно и все и в регрессии еще кстати тоже важный момент мы вообще не выходим из тела мы не совершаем там никаких астральных путешествий как думают многие мы никуда не проваливаемся и нам не откуда возвращаться потому что мы никуда не уходим мы всегда в этом сегодняшнем теле здесь и сейчас мы вспоминаем и поверьте вспомнить прошлую жизнь так же легко как то что с нами происходило в детстве например на самом деле для меня это было как посмотреть кино то есть это не был какой-то действительно уход в какую-то там потустороннюю параллельную реальность это было абсолютно нормальное вот такое человеческое общение я просто закрыла глаза и под какие-то определенные слова я просто открывала эпизоды и смотрела со стороны вы выйдя как бы да из своего сознания встав как бы в позицию наблюдателя просто наблюдала какие-то картинки истории и самое удивительное мозг послушно рисовал мне эти картинки вот мне кстати Валерия такой вопрос а бывают люди которым трудно войти в это состояние ничего не вижу ничего не чувствую ничего не понимаю если мы говорим про групповые путешествия то такое возможно но возможно почему потому что человек не доверяет себе вообще как устроен наш мозг тоже психика здорового человека всегда есть кто-то кто живет эту жизнь всегда есть кто-то кто совершает некое путешествие и тот кто смотрит за всем за этим со стороны двойственность рассудка присуща нам всем и критичность она всегда сохраняется психически здорового человека это шизофреник не может отличить где реальность где фантазии мы люди да вот здоровые мы всегда знаем где мы находимся вот тут я вспоминаю вот тут я фантазирую да тут еще что-то и вообще способность вспоминать она доступна каждому человеку но смотрите как происходит в регрессии вообще у нас да вот тоже мы так устроили это еще в 1854 году был такой Макс Шеврёй который написал целую книгу и доказал и рассказал как мы устроим в 1854 году только вдумайтесь в эту цифру а мы до сих пор думаем что это какая-то мистик он доказал что у человека внутри есть идиомоторные механизмы идиодинамические это значит что все взаимосвязано что любое слово которое мы произносим моментально рождает образ потому что мозг так устроен он тут же проекцию выгружает например я вам сейчас скажу дерево и моментально каждый представил вспомнил какое-то дерево кто-то не вспомнил а вдруг какой-то образ это может быть фантастическое дерево реальное дерево неважно это происходит в считанные доли секунды и спроси вас почему вы сейчас представили вспомнили именно это дерево кто-то яблоня кто-то дуб кто-то там пальму вы в жизни не объясните это происходит мгновенно и этот образ который приходит мгновенно также рождает соответствующий этому образу чувства и ощущения в теле приятный образ вот я вам сейчас скажу просто вот вспомните как вы были когда-нибудь на берегу моря вот просто вспомнить да вот это ощущение песка или камней или гальки да вот этой волны которая набегает на берег может быть как вы сначала ногой пробовали эту воду и вот да как пригревало солнце и вы уже начнете чувствовать соответствующие ощущения да а теперь я вам скажу а теперь представьте что вам на колени бросили лягушку я так люблю лягушек вот кто-то любит кого-то придернуло кто-то сказал господи вообще какая там лягушка моментально тело откликает и моментально образ рождается так вот в регрессии то же самое язык бессознательного это язык образов и символов язык бессознательного наше тело это чувства и ощущения в регрессии да есть вопрос вообще регрессологи это мастера задавать правильные вопросы да и вот я задаю некий вопрос человеку и бессознательно моментально откликается через образ чувства и ощущения мозг он вообще всегда в замешательстве вот я была удивлена вот мне Валерия задает вопрос какой-то там Саша что вы видите вокруг себя где вы что вас окружает я хрен знаю что меня окружает но у меня начинает рассказывать разворачивается такой пазл картинка такая реальность и я начинаю видеть дерево лук да там ты вы века окей не в порядке не в порядке переживаю блин только что получилось сообщение сверху что девочка везет мне кое-что привести через 20 минут переживаю кто ее встретит ну пойдем вместе с вами тогда с эфиром я заберу у нее просто посылку хорошо неожиданно просто пришло сообщение я даже не знаю что с этим сделать пока окей вот принять посылку что с этим сделать принять посылку да и открывается картинка откуда почему с какого перепуга но это происходит мозг начинает и вот смотрите да вот эта критичность она всегда сохраняется то есть мы видим что-то мы что-то переживаем мозг пытается понять а к чему это вообще а как это я не хочу это видеть да и люди сразу вот часто спрашивают а как отличить фантазию от послания бессознатель фантазия это ум это логика это понятно а вот я сейчас захотела что-то придумать сконструировала это и уже вот это рождает образ и соответствующие чувства и ощущения в регрессии все с точностью да наоборот мозг последний мозг вообще не может понять почему он это видит и спроси потом человека там Саша а вот вы именно это хотели увидеть когда шли в регрессию Саша скажет господи да я все что угодно хотела увидеть но тем не менее увидел то что увидел и вообще если бы все фантазировали то все бы видели себя богатыми счастливыми да там довольными королями почему ты видишь там совсем другие вещи но это не происходит да ты видишь то что тебе помогает разглядеть что-то в себе кстати вот кто-то спросил вопрос такой задал типа почему все русские видят себя какими-то там старыми крепостными крестьянами а это про если ты работаешь с индусом то он видит себя там с индусами и да абсолютно неправда Валерия вот наш с вами опыт помните когда мы заходили в мою жизнь где я была мужчиной средиземноморского побережья я была вообще абсолютно европейским мужчиной я не видела себя русской бабой грубо говоря и вообще была не из нашей страны не вообще не факт да мы только себя не видим и не вспоминаем это вообще не имеет отношения к тому где мы живем кто мы по национальности вообще если нам сделать тест на ДНК то мы обнаружим что у нас есть все национальности вот особенно мне хочется этот тест всегда предложить сделать например людям да там националистам вот которые обнаружат у себя вообще все кроме да я делала такую метод замешанную европейского и русского и даже еврейского немножко да а вот мне кажется что было более понятно может быть вы на своем примере расскажите вот какой был запрос что открылось и что сейчас вот и тогда будет всем понятно мне кажется как это работает расскажу я буду так знаете аккуратно чтобы мое личное было такое путешествие про меня для меня я буду так может иногда задумываться и продумывать как это сказать чтобы не совсем уж все рассказать да изначально я пришла к Валерии запросом мне было очень важно и трепетно как женщина в ожидании чуда в ожидании малыша своего я пришла с обычными нормальными такими тревогами беременной женщины о том а не исчерпала ли я свой лимит на счастливые роды и вдруг у меня все пойдет не так и вдруг я уже не способна родить там как-нибудь там счастливо самостоятельно и так далее и что вообще и пришла я не просто неспроста да у меня этот страх он обуревал причем знаете вот страх именно в такой форме такой липкой неприятной холодной который вот такими лапами вот пум на сердце и ты не можешь от себя эту лапу никак вот только вроде настраиваешь с тобой медитируешь на океан сходишь а страх все равно такой пум нет 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 а вот помнишь там статистика есть еще вот это и от этого страха ничего с ним не сделать и я понимала что я сама вокруг себя начинаю закручивать вот эту воронку вот этой своей энергии подозреваки такой на себя самой вот этой неуверенности что я могу реально навлечь на себя различные вот эти события я поняла что с этим нужно что-то делать и вот я пошла с удовольствием в консультацию да с Валерией у меня была личная консультация но я планирую сейчас пойти также на курс потому что вот Света ССФ которая изначально посоветовала мне обратиться к Валерии она сказала что Саш в группе происходит все самое интересное вот там вообще такие открывашки происходят распаковки поэтому я 15 июня иду тоже но мы об этом скажем еще попозже вот и мы как раз таки пошли с этим запросом параллельно конечно же как вот мне Валерия сразу сказала Саша говорит но ты не думай что ты идешь за одним только ответом на вопрос там по ходу будет скрываться много другого всего интересного и ты сейчас для себя тоже сформулируй какие у тебя еще попутно есть вопросы у меня конечно же как у любого нормального человека особенно в сегодняшней мировой ситуации был вопрос финансовый как вообще что с финансами почему у меня какие-то моменты не работают не срабатывают не выстреливают хотя я туда вкладываю много там и энергии силы такого как бы искреннего посыла и денег также у меня был запрос где мои деньги да вот где мне их в чем мне их копать почему в какой области они больше всего сосредоточены потому что можно биться в одну дверь и получать оттуда ну так знаете на такой средненький образ жизни а можно легко просто не биться ни рог себе не набивать здесь на голове и получать хорошее благо совершенно с другой стороны которые ты даже не ожидал что ты можешь получать ну вот приблизительно такие какие-то запросы у меня были и да и когда мне Валерия сказала представить себя где я что я у меня открылась абсолютно чудесная картина природы я была накачена дерево да вот этот лук я качаюсь и просто вот иду за собой действительно мои подписчики знают что я очень люблю природу я очень соединена с ней я очень себя хорошо чувствую когда я босиком например я босая хожу по например лугу когда я могу обнять дерево когда я могу просто даже лечь на землю обнять траву и просто полежать вот так вот щекой к земле вот я пришла вот в эту точку где я могла это позволить себе где я абсолютно счастливая и дальше Валерия меня начала вести говорит а теперь иди вот куда ты идешь и что перед тобой дальше открывается и я вот это Саша наблюдатель да которая качалась на качелях пошла по этому лугу и пришла на луг где женщины бабы-крестьянки да косили там траву собирали ее в стога и увидела одну как сказать юродивую такую какую-то как это называется такие люди-то не юродивая а ну немножко такая не от мира сего а баба чуть-чуть да которая там они все убираются там садятся потом знаете как женщины раньше садились под стоп под этот отдохнуть немножко шутки шутили всякие там свои да там грязненькие там щипали друг друга обсуждали там мужчин там какие-то все ситуации а она не с ними она почему-то вот эта женщина я начинаю за ней наблюдать за этой женщиной а она почему-то залезает на дерево сидит ловит каких-то кузнечиков ржет постоянно ржет постоянно смеется у нее такое на все такая ну просто как будто смех постоянно идет и вот женщины начинают собираться такие эй давай все пошли домой обратно в село и зовут эту бесноватую да странную женщину ну и вы уже понимаете что вы это о нас да я уже осознаю что это странное отрешенное от общества женщина это вот как бы про меня и вот к вопросу про фантазию да вот как это можно вообще придумать вот что то то есть я помню просто и Саши да которая она сначала говорит да и вообще ну как-то это странно она как-то смеется вот я как-то смеюсь каких-то кузнечиков ловлю ну то есть реально мозгу который мне очень рады кузнечики я на них так сфокусирована мне на этих женщин вот казалось бы женщины должны тянуться к женщинам к обществу а мне до них вообще мне не хотелось к ним идти я сидела на этом суку игралась вот с этими всеми и вдруг когда всех позвали и меня позвали ну я тоже пошла но шла рядышком с ними ну а как бы не из мести вот там опять же шуточки там какие-то а какая-то такая просто вот тоже обособленность была и опять постоянно почему-то и вот этот у меня смешок на все они там мне что-то говорят а я им подхихикиваю и ой сейчас я могу заплакать потому что этот момент подходит и когда мы начали потому что смех это все равно что слезы и когда мы начали подходить к деревне меня Валерия спросила о чем разговаривают этой женщины почему Саша ты не участвуешь в этих разговорах я говорю ну о чем они говорят они говорят об обычном бабском о семье о детях о том что они сейчас будут делать когда придут как мужчины их там как они пойдут влажать своих мужчин а почему ты в этом не участвуешь и в этот момент ну вот я могу сказать по себе было ну как бы тяжело но опять же это не было то что я на сто процентов прожила это потому что я вот сейчас в этой ситуации это было как кино мы же когда кино смотрим мы же тоже плачем за героев да когда видим какую-то историю мы переживаем мы сопереживаем вот со мной произошел такой эпизод как будто бы я смотрю кино про себя и мне стало настолько вдруг пронзила какая-то внутренняя боль и я вдруг откуда-то говорю а мне некуда идти уже у женщин идут домой к своим семьям мужьям детям а мне некуда идти у меня этого всего нет и тут Валерия и тут Валерия меня спрашивает а у тебя это было я говорю да у меня было все у меня была семья у меня был муж у меня было много детей а теперь у меня нет ничего и поэтому я смеюсь чтобы закрыть свою боль чтобы не вспоминать это больше никогда она говорит подожди сейчас мы узнаем что случилось почему я оказалась одна вот ну и дальше мы распутывали клубок этой жизни и в итоге выяснилось что да мы вошли с самого начала той жизни как это все начиналось когда я была совсем маленькой девчонкой помогала родителям по дому и воспитывала кучу ребятишек которых нарожали мои родители беря на себя ответственность и не позволяя себе взрослеть когда все девчонки ходили там с женихами я была все время занята на хозяйстве присматривала за детьми и у меня была маленькая грудь кстати которой я ужасно стеснялась из-за этого я считала себя не такой плохой другой и что я не достойна хорошего мужчины у всех девушек были женихи а у меня никогда тогда не было вот и я выросла вот таким угловатым странным причудливым человеком с маленькой грудью и когда наконец я в итоге встретила своего мужчину который принял меня с маленькой грудью чудную странную такую вот забитую невостребованную я настолько раскрылась в материнстве настолько раскрылась в союзе с ним это было для меня все это было мое отдушина вдохновение и у меня появился первый малыш которого подарил мне этот мужчина у меня выросла грудь да благодаря этому малышу я почувствовала себя женщиной мы тогда поняли почему я так люблю где-то рождение что действительно оно дает мне возможность почувствовать себя наконец не вот этой работягой которая должна пахать обслуживать других там не знаю маму папу доказывать им что хорошая дочка послушная и подарила а как вы рожали расскажите да и вот интересно потом были у меня роды вот как раз таки просто я тогда же реально женщины были задействованы в работе постоянно когда ты не можешь прокормить свою семью если ты постоянно не работаешь не впахиваешь не вкалываешь это была такая жизнь действительно тогда и я действительно ходила до последних сроков на работу и когда у меня начались роды я подумала ну и что я всю беременность проработала ну и роды начались в поле в поле да просто в поле начались роды я начала рожать прибежал мой муж который где-то там недалеко тоже с мужиками работал лес рубил или что-то там такое делал и помогал мне я помню вот эти партнерские роды как он и рядом подбежали женщины у которых уже был опыт такие как аля повитухи помогали мне и я сама самостоятельно просто вела себя вот держась за руку вот так прислоняя этого мужчину к себе рожала в поле и вот это открыло для меня очень многие ответы на вопросы почему я там например так раскрываюсь в материнстве так люблю семейные темы почему мне так легко рожать что я могу рассчитывать на себя на свое собственное тело на свои ресурсы потому что в прошлых жизнях я уже смогла и рожать даже в поле без вообще любой поддержки помощи у меня все было хорошо и вот я в этом нашла свою поддержку ресурс на данный момент на то что сейчас я больше вот после вот этого консультации опять же это не произошло так что вчера у меня была одна жизнь полная страхов тревог за свои роды а завтра я проснулась и все наголо поменялось и я теперь такая вся ой с шашкой наголо такая я пойду в роды нет это произошло очень мягко я просто в какой-то момент поняла через неделю даже через две может быть после нашей консультации что меня больше нет от этого липкого страха вот здесь а появилась знаете такая вот здесь вот как будто вот так наоборот знаете такой смайлик есть с ручками вот такой вот и вот у меня вот здесь такой смайлик только открытые ручки типа я принимаю тебя мир я открыто я доверяю у меня все у вселенной и вообще у всего есть все для меня чтобы я могла родить самостоятельно волшебно под стогом сена то есть я открыто для благополучных прекрасных родов и просто как-то этот страх сам от меня отопился и я абсолютно расслабилась а дальше мы открыли вот эту ситуацию где тяжелая работа увела меня а и вот важный вопрос Валерия всегда спрашивала у меня Саша а чем ты зарабатываешь на жизнь в этой жизни где твои деньги и я рассказывала что ну вот нам платят всем вот этим женщинам работающим какие-то деньги я их складываю в шкатулку а что ты собираешься на них купить а я не знаю ну а ты же на что-то у тебя какая-то цель ты что-то копишь тебе что-то важно эти деньги для чего-то использовать а я не знаю для чего мне нужны деньги и потом когда я увижу что случилось с моей семьей однажды я уехала на какие-то дальние работы в поля и вечером предолетела дурная новость что один из домов в нашей деревне горит и почувствовав неладное почувствовав интуитивно что что-то необратимо неизбежно плохое происходит со мной я помнеслась чуть ли не босиком там бегом в деревню и когда я прибежала было слишком поздно на месте моего дома стояло пепелище и мои дети и мой любимый мужчина не смогли спастись и я пришла увидев это просто пустое место где нет ничего и это настолько потрясло меня глубоко что я упала на землю и начала кататься и истерически смеяться ржать знаете как вот ну бесноватые люди такие знаете блаженные начинают таким образом спасая видимо свою психику от перенапряжения и дальше для меня жизнь больше никогда не существовала я не нашла смысла в жизни дальше мы пошли по всей моей жизни после потери моей семьи и я никогда не смогла больше пережить эту трагедию потому что я не смогла выплакаться я не смогла дать себе отгревать да я просто пряталась от этой боли пряталась от людей переживала ее одна на деревьях с кузнечиками общаясь там смеясь да рассказывать буду спускаться вниз за посылкой вы подхватите мой рассказ ладно да да и вот постоянно Валерия спрашивала меня опять тот же вопрос задавала Саша а ты дальше же зарабатывала какие-то деньги да я начала шить мне очень было пристрастие к кружеву я находила в этом отдушину я делала кружевные платьишки и дарила их людям на крестины также меня звали люди в роды с собой я ходила к женщинам помогала им потому что у меня были прекрасные трое родов в поле под стогом сена с любимым мужчиной и просто моя энергия рядом с этими женщинами помогала моим односельчанкам разродиться хорошо благополучно и так далее вот таким образом я была как доула да тоже как повитуха такая сопровождавшая роды также я шила кружевные какие-то платьишки и Валерия спрашивала Саша а тебе деньги за это платили я говорю да ну сколько дадут столько и брала ну просто что в карман положат и вот тут мы нашли мою ошибку сейчас да Валерия вы подхватите я сейчас пока посмотрю кто приехал ну там много ошибок потому что смотрите каждая жизнь да она формирует и мы в этой жизни все живем мы все хотим быть богатыми счастливыми зарабатывать много да но почему то этого не происходит потому что есть некий конфликт между нашим сознанием и бессознательным там на уровне бессознательного если на примере Сашина история например там есть понимание что во-первых ну да нет ценности в этих деньгах на что вообще их тратить и по меркам той жизни кстати возможно их особо не на что было тратить да вот что они особо не нужны и когда есть эта программа что деньги особо не нужны то мы можем вот здесь что угодно хотеть и говорить что я хочу денег мне нужны деньги но мы будем выбирать те ситуации те события которые нам будут не позволять иметь эти деньги либо мы будем получать деньги и они тут же будут утекать сквозь вот у меня это моя история неизвестно куда деньги приходят их иногда приходит очень много и я не знаю что с ними делать как их обернуть грамотно во что вложить и они у меня просто получается так вот вытекают на всякую херню на гучи фигучи как говорится да и вот это тоже момент да не брать деньги за свою работу да я стыжусь мне стыдно принимать деньги от людей мне кажется все время что я недостойна да ладно да не за что не за что мне же это было не сложно да берите вот так здесь вообще вот да наверняка нас смотрят еще люди помогающие в профессии массажисты возможно психологи да еще кто то и вот за помощь людям очень сложно брать денег нас так воспитывали да это впитано с молоком там нашей мамы возможно но неважно здесь есть две очень важные вещи первое это внутренний конфликт самообесценивания а второй это вопрос с ответственностью потому что когда я что-то делаю и не беру за эти деньги я как бы не очень отвечаю за результат я же не зала денег ну как бы у вас там получилось или не получилось понравилось не понравилось но бог с ним если я беру деньги значит я принимаю ответственность да кстати это очень хорошая отмазка классная я тоже сейчас вот себя поймала услышала свои высли иногда думаю ну вы же мне заплатили за это фигню какую-нибудь ну что вы хотите что вы хотите да ну вот и получили или даже больше чем заплатили да есть такое вот будем это исследовать да на курсе например на следующем и вообще долги вообще деньги это про баланс мы будем это говорить много между чем и чем но в том числе между давать и брать искать да многие умеют привлекать деньги удержать не могут да многие бесконечно принимать не могут брать не могут и вот в какую бы сторону да вот этот баланс не был нарушен ситуация в жизни в нашей сегодняшней будет схлопываться долгами потому что когда мы что-то делаем для людей и не берем за эти деньги эти люди остаются нам должны и они из жизни в жизнь приходят и они нам по-прежнему должны если мы продолжаем все так же бесплатно для всех все делать в какой-то момент мы окажемся в ситуации огромных долгов это может случиться просто невероятным образом и это сплошь и рядом происходит потому что вселенная всегда будет да за вот эту гармонию за вот это вот энергетическое и кармическое выравнивание вот именно поэтому я и хочу пойти сейчас на курс потому что смотрите в личной консультации мы вскрыли причины я поняла почему как это происходит но теперь мне нужно еще как-то это распаковать чтобы это ну научиться правильно а расскажите вот еще смотрите вот деньги да это же не только про деньги мой курс называется регрессии деньги многие пишут Валерия а вот если у меня с деньгами все нормально да или это будет только про деньги нет деньги это вообще про все деньги это про отношения с собой с миром с другими людьми если с деньгами есть проблема если что-то есть что вас не устраивает значит в какой-то сфере вашей жизни что-то не так потому что все сферы нашей жизни взаимосвязаны и деньги это всего лишь такая лакмусовая бумажка которая позволяет посмотреть а что вообще да это это же такой эквивалент взаимоотношений с собой и с тем что вокруг нас поэтому значит этот обмен вот это взаимоотношение оно нарушено да у денег у этой энергии у него свои законы и если мы не соблюдаем эти законы мы все будем разбирать на курсе да поэтому да приходите круто да надо дальше копать потому что ну смотрите по поводу беременных да и курсом все-таки сначала вам нужно родить я знаю что очень скоро это а потом мы вас добавим на курс вот либо да ну то есть он гораздо легче вот сейчас закончился курс освобождения был там мы работали очень глубоко с нашим травматическим опытом опытом детства и вот там беременным точно было нельзя я просто думала что про деньги так уж можно мы же там не будем вот про деньги мы там будем очень глубоко работать с родом с родовыми программами с предками потому что на нас влияет не только наш опыт и наших воплощений но и опыт наших предков вот например у кого в роду были раскулачены старее всего сформирована внутренняя программа потому что вообще зачем не иметь деньги если можно все потерять конечно и вообще лучше их не иметь и лучше не связываться и в этом государстве и в этой стране и так далее и тут вот тысячу вот этих вот ограничивающих убеждений но это мы знаем два-три поколения у наших предков у наших предков у нас и даже приходят деньги и тревогу вот очень часто люди рассказывают даже зарплату дали премию дали и прям вот хочется быстрее на что-то потратить и успокоиться без денег опять дозанять очень типичная русская такая прям вот позиция да вот так оно собственно и происходит поэтому будем искать эти первопричины поэтому Саш ну поначалу да вот но когда например пойдем с родом там разные могут быть истории потому что вот сейчас даже мы с вами не хотели открывать вот такую жизнь какая вам открылась да потому что для беременной это тяжелые вспоминания даже да вот той потери но это важно увидеть потому что здесь что здесь отречение от жизни то есть Валерия я честно скажу я очень хорошо осознавала что я сейчас нахожусь в своей комнате и я Саша и я живу в Марин Делреи у меня все хорошо все мои дети живы здоровы вон они там бегают внизу то есть не было такого что я это воспринимала слишком близко да я эмоционирую потому что я смотрю грустное кино и приняю немножечко эти паттерны на себя но у меня не было такого что все трагедии после этого я такая как густой мешок опустошенный не было такого ну там важно увидеть было да вот то с чем мы еще работали это отречение от жизни потому что наша жизнь не может зависеть от жизни там другого человека и мы не должны хоронить тебя заживо вместе со смертью другого человека наша жизнь должна продолжаться и это очень важно увидеть и когда мы проходим жизнь вот через точку смерти вот Саша расскажите как это кстати я умирать в прошлое да мы уже увидели мою смерть и душу вот расскажите как это смерть была очень нелепая я лежала вот так вот опять все все женщины были вместе да отдыхали на обеденном каком-то там в тенечке а я играла со своими паучками жучками кузнечиками и заснула в траве и меня этим как его комбайном просто перерубило в куски я даже не успела ну попрощаться я просто увидела что ну вот все все и кузнечики полетели и я и когда я меня хоронили на моих похоронах стоял человек некий да пришли многие на самом деле меня проводить потому что оказалось что моя жизнь за ней наблюдала много людей в селе очень много оказывается сопереживала а я и не замечала и хотели помочь хотели помочь были принять эту помощь люди приходили ко мне после моей трагедии реально приносили мне молоко хлеб потому что я настолько мне стало все равно после моей потери что я ела ну в огороде морковку вытащила в бочке ополоснула грязненькую похрукала ну и хватит мне еды и что мне там питаться я бы сказала то что вы сейчас рассказываете это уже мы смотрим с уровня души глазами души потому что мы когда душа выходит из тела мы можем посмотреть да и мы вдруг начинаем видеть все взаимосвязи мы начинаем видеть то что мы не видели когда мы были очень отождествлены с той ролью которую мы играли в той жизни мы можем посмотреть как нас хоронили и вообще как выглядит наша душа помните как ваша душа выглядела как это ну просто как это вне тела поток света какой-то просто световое такое радужное сияние у которого нету ощущения тела поднимая это какой-то такой поток поток наблюдения который просто может единственное что он может он может наблюдать поток сознания и осознавать и выбирать да и определенные выборы делать и да и вот что на моих похоронах стоял человек которому было не все равно который ну тирал слезы это был мужчина которого я все это время не замечала который был готов меня вот такую бесноватую потерянную странную принять наверное и вот это тоже был кстати важный момент который я осознав потом почему что люди-то на самом деле ну ко мне хорошо относятся а очень многим моя жизнь не равна дну им не пофиг им не все равно даже несмотря на то что я могла там быть плохой не такой обделенный неправильный люди умеют сопереживать принимать любить тебя просто за такой какая ты есть и это очень важный был момент для меня вот сейчас например вот я даже вчера пост об этом написала или даже сегодня что я начала видеть сколько женщин на самом деле вокруг меня искренне от всего сердца желают мне вот этих счастливых легких родов они искренне меня благодарят за участие какое участие я что приходила к ним домой полы мыла что ли или что-то для них делала нет я просто жила свою жизнь а они наблюдая за моей жизнью получали свои уроки которые меняли их путь в лучшую сторону и это для них уже вызывает благодарность огромную то что я своим опытом передаю им вот этот вот их счастливый опыт и когда сейчас ко мне приходят меня раньше я воспринимала это как бы ну это часть бизнеса окей я сделала вот это вот это и вот это снялась в реалити-шоу показала как родила и поэтому женщину тоже взяли пример родили вот это как бы ну взаимозачет такой а сейчас я поняла что это настолько идёт искренне от души я почувствовала вот этот вот приток энергии от тысяч женщин которые действительно внутренне желают мне счастья добра вот этого всего самого лучшего женского подпитка такая идёт и я поняла что я часть этих женщин я не изгой который сидит с кузнечиками там играет и иногда выходит в эфир такой не дотрога меня нельзя здесь трогать я в своём пространстве мне реально захотелось обнять всех вот так знаете хоровод прийти к этим женщинам вместе с ними не знаю вокруг этого стога села прыгать хороводить и понять почувствовать себя частью этой женского сообщества что я тоже часть всех них с их историями с моей историей мы все переплетаемся и вот это всё ну я мне кажется мне теперь будет проще почувствовать себя принадлежностью я даже бэби-шау решила сделать мне до этого не было желания думаю придут женщины ко мне на бэби-шауэр и будет каждая рассказывать мне как она рожала не слушать их роды ну чё я там вот они будут мне всё думаю нет ну это же видеть в этом смысл и поддержку опять же я не могу сказать что это произошло на следующий день после нашей консультации и что я поняла вчера я была одна а сегодня я проснулась другой это неосознанно это очень как-то мягко и гармонично начинает так и распаковывается с новой пазлой а потом же мы ещё поднимаемся в пространство объединенного опыта души то есть когда жизнь закрыта мы поднимаемся в потоке света в пространство души вот там мы можем вообще посмотреть издалека уже на события той жизни увидеть все взаимосвязи как та жизнь влияет на нашу сегодняшнюю увидеть да а в чём мы делаем также увидеть что и мы в этой жизни возможно также самоизолируемся да так же немножко отстранены от этой жизни как будто мы её не живём на все сто не дышим да эту жизнь на все сто процентов что мы до сих пор да ну там много чего также относимся к деньгам например в чём-то да и мы начинаем это видеть в себе и там вот на уровне нашей души там времени нет и вот там как раз и происходит самая главная работа мы открываем прошлые жизни не для того чтобы просто открыть прошлые жизни это очень легко всё самое важное мы делаем потом когда и происходят вот эти осознания и когда мы сегодняшние смотрим своими сегодняшними глазами на тех кем мы были когда-то и мы можем пообщаться с кем угодно на уровне своей души из той жизни и увидеть того мужчину да который нас ждал на линии нашей жизни и с которым могла быть семья могли быть ещё дети но до которого мы так и не дошли потому что мы самоизолировались и мы можем осознать что у нас была масса талантов да вот саша шила в той жизни но так это не больше а представляете сколько женщин которые вот разошлись с мужчинами у которых куча детей вот та ситуация в которой я была в этой жизни которая говорит всё я не такая я брошенка ну кому я такая нужна и они самозакрываются от мужчин вот энергетическим щитом да я уже буду свой нести свой этот корень крест до гроба воспитывать детей и не разрешают а на них смотрят мужчины и они им искренне симпатизируют и они бы могли построить очень счастливую жизнь и встретить старость вместе и вот это главное разрешить да вот те выборы прошлого которые священны потому что во вселенной самый главный закон это свобода воли и выбора другого человека и если мы в прошлой жизни сказали что всё никто мне теперь не нужен я вот буду жить страдать нести свой крест это всё прописывается там на уровне нашей души и в этот раз мы рождаемся а там есть это отречение от жизни и вроде бы мы даже на нас же влияет много жизни да и влияют те где мы и общительные хотим общаться с этим миром но всё равно как будто мы никак не можем вот воткнуться на сто процентов в розетку этого мира и пользоваться всеми его благами вот так это и работает и что ещё мы можем сделать Саш мы даже можем поговорить с тем что мы были когда-то и самое главное что мы можем сделать вот Валерия многие спрашивают ты что ну хорошо я увидел и что дальше то мы дальше с Валерия предложила мне переиграть этот сценарий давай вот эту жизнь твою возьмём и пустим с какого-то момента чтобы всё пошло по-другому и к чему это выведет и мы построили вот ту мою несчастную женщину которая да сама отреклась от себя когда потеряла всю свою семью по-другому сценарию и дальше открылись совершенно новые перспективы и новая активность я бы только объясню да это важно что мы не переписываем прошлое оно состоялось но в пространстве вариантов есть бесчисленное множество вариантов каждой нашей жизни включая эту и мы исцеляем прошлое и это прошлое исцеляет нас и открывается тот вариант с которым мы сонастроены на сегодняшний день вот точно такими же выборами отношениями паттернами и так далее чтобы мы это увидели мы сегодняшние мы смотрим производим все необходимые осознания и дальше я говорю всегда а где тот момент вот момент выбора когда ты свою жизнь упустил под отход да когда ты принял то решение что все да я больше не живу и мне ничего не нужно я теперь горюю да и жду просто смерти грубо говоря где этот момент и мы возвращаемся в тот момент и просто делаем другой выбор а дальше я говорю а что дальше посмотри а какими событиями тогда раскрывается твоя жизнь если ты сделаешь вот этот выбор и человек вдруг находит себя через несколько лет да саша и вот что там дом там семья там она шьет да невероятные красоты кружевные вообще платья берет уже за них деньги потому что она сегодняшняя да осознание то уже произошли мы получаем читает образование читает книги потому что у нее появляется время сказать нет родителям которые просят меня постоянно быть на хозяйстве а я начинаю учиться образовываться и помогать людям и их лечить помогать им верить в себя исцелять их верой в свои собственные ресурсы организма собственно что это у меня сейчас тоже перекликается с моей деятельностью сейчас у меня это получается на раз два хотя я этому нигде не училась я не знала что вообще во мне такой есть ресурс но я реально умею так давать людям почувствовать свою собственную особенно женщинам свою собственную силу и то что у них действительно при небольших корректировках организм способен к самоисцелению саморегенерации что нам не нужны горы таблеток чтобы поправить определенную ситуацию с нашим телом а нужно настрой вера и распаковка каких-то ситуаций из прошлого возможно или из какой-то своей жизни которая у нас была чтобы распаковать и избавиться определенного мучающего заболевания проблемы бесплодия и так далее вот это вот а еще же была ресурсная жизнь в теле мужчины я помню расскажите у нас буквально три минуты кстати осталось эфира я просто хочу успеть всех а я вам скажу что сейчас инстаграм все он больше не прерывает эфир через час мы можем да ладно совершенно спокойно да все изменилось и он не сохраняет это только на 24 часа он сохраняет это теперь насколько хотите в канале это я знаю но то что прерывает эфир у меня вчера такое было нет не прерывает окей давайте проверим но если вдруг я увижу напоминалочку я вам дам знать хорошо и тогда перевыйдем и в момент да да потом мне сказала Валерия ну хорошо мы увидели твою вот эту жизнь где ты с деньгами не очень дружишь но наверняка же есть в арсенале где-то где деньги они идут к себе легко и как путем чего ты их получаешь и опять мы вернулись на вот того наблюдателя опять в этот там светлый поток где вот просто моя душа встает позицию наблюдателя и опять вот с какого перепугу я оказываюсь в средиземноморском шикарном богатом доме маленьким мальчиком у которого очень красивая такая знаете в стиле пенелопа круз мама очень такой красивый властный безумно любящий эту маму отец такой с бородой такой ну они не цари не супер какие-то там ну они очень такие хорошие обеспеченные люди и этот мальчик с ним играются няньки мамочка его красивая он растет в очень благополучной атмосфере и перенимая опыт отца своего там он торговец у него там он какими-то штуками торгует он растет и постоянно играется драгоценными камушками какими-то и это становится его хобби занятием и он с этими камнями потом начинается когда вот он уже становится юношей получая образование и делает уже бизнес да и как он тогда он путешествует очень много в свое удовольствие у него как красавица женщина они с ней берут свои корабли на своем корабле ездят в разные государства там да вот посредиземноморскому побережью приезжая в богатые дома где он коммуникацируя с другими тоже такими вэлзи обеспеченными семьями людьми продает им деньги эти украшения и вот тут крылась ключевая фраза Валерия говорит а кто делает эти камни ты сама или у меня есть кто-то я говорю о у меня есть подмастерье золотые руки у меня есть команда моя которой я могу доверить любые камни я знаю что они сделают великолепную работу которую я приду в любой из этих богатых домов и она будет воспринята вау и у меня появится больше заказчиков других скажут как красиво я тоже так хочу и придут другие ко мне люди я осознала что мне не хватает вот такой вот команды куда я могу просто вот не задумываясь знать что они сделают все как надо и я потом эту работу готовую принесу подам людям и люди скажут вау потому что я сейчас на данный момент в своей жизни контролирую все сама от и до каждую маленькую деталь конечно я расходую на это огромное количество своей внутренней энергии ресурса ну это просто невероятное количество всего уходит и я себя растрачиваю и получаю в итоге меньше чем я потратилась я понимаю что я потратила очень много времени и энергии от семьи откусила времени на детишек не потратила а получила в итоге не эквивалент вот этому всему я понимаю что у меня не хватает вот этих людей золотого подмастерья в команде который возьмет и сделает вместе со мной под моим как бы у меня есть коммуникация да вот она моя коммуникация мои люди которые с меня слушают которые мне доверяют но нет подмастерья который за моей спиной выполнит всю работу и я предложу это людям и я вот это осознал и сейчас вот моя основной идет работа которой я занимаюсь я ищу я понимаю что этот процесс не быстрый может быть но вот Валерика тот совет который мне дали куда обратиться уже я так делаю уже обратилась туда вот для чего вспоминать прошлые жизни а для того чтобы увидеть как можно как правильно как нужно и вот те кем мы были когда-то когда мы открываем доступ к этим жизням они нас учат и говорят а посмотри а посмотри как достигнуть другого уровня да да ты один не можешь со всеми справиться тебе нужна команда тебе нужна опора тебе нужны те на кого ты можешь опереться и тогда это становится идеей для нашего сегодняшнего дня и тогда мы выходим из регрессии и понимаем что боже мой так что мне нужно сделать в моей сегодняшней жизни для того чтобы да вот организовать свою жизнь таким подобным образом и действительно мы выходим из регрессии понимаем а как это вообще были богатыми а как это удерживать эти деньги в руках ими распоряжаться куда их вкладывать у нас прямо есть это знание оно прорастает там внутри вот но мы и в будущее ходили потому что на уровне нашей души мы же связаны не только с прошлым но и с потенциальным будущим будущее не предопределено не фатально да есть бесчисленное множество потенциалов самых разных событий там в будущем и нам очень сложно всегда сделать выбор потому что мы боимся ошибиться но в регрессии мы можем поделать разные выборы в пространстве выбора будущего и посмотрите как будут разворачиваться события в зависимости от того или иного нашего выбора и почувствовать это посмотреть а как мне вот там когда я вот этим занимаюсь или когда я это делаю и тогда приходит вот это понимание это становится прям нашим знанием мы можем выбрать и мы можем сонастроиться с самым оптимальным вариантом развития событий под тем да в котором нам максимально комфортно в том в котором приходит тот самый достаток о котором мы так мечтаем вот Саша может немножко расскажите вот посмотрите может быть да вот я помню что что-то понимаем что а может быть уже не стоит вкладываться даже в то во что вкладываемся мне вот как раз таки Света сказала говорит Сашка после сеанса начнутся такие изменения такие изменения я так первые несколько дней ждала ждала думаю ну где ну давайте уже изменения ничего не происходит я думаю тьфу ты блин что взляшь все как-то пофукалось и вот буквально сколько у нас это было недель 3 уже прошло наверное да минимум да ну то есть это прошло время какое-то с момента нашей личной консультации я начала все больше чувствовать что какие-то дела которыми я занимаюсь а зачем я ими занимаюсь а зафига я вкладываю туда деньги вроде все понакатанно идет вроде имеет смысл вроде уже все там так обставлено все так уже все сертификаты куплены грубо говоря там и вот реально пришло приходит осознание внутреннее вот такая вот уверенность и понимание что не надо туда больше вваливать деньги не надо оно не принесет тебе прихода оно не происходит для тех, кто не снялся не года ну это не происходит это происходит не происходит как вот опять же на следующий день, раз, и вот все поменялось. Раз, 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 три недели, и ты все больше ловишь себя на это чувстве, я не туда иду, я не туда вкладываю деньги, я не тем занимаюсь, нужно обратить внимание вот на эту область. И раз, и я вспоминаю, ага, коммуникации, доверие, общество, позиция в обществе, вот это мне приносит, да, дивиденды, а вот туда не надо ходить. И я вот это сейчас потихонечку вот складываю в единый пазл, и я думаю, что кто меня знает, кто меня за мной следит за моей жизнью, ожидайте перемен, будут. Да, Саш, тут спрашиваю, да, как регрессия с бесплодием может помочь? Вот смотрите, если, да, физиологических показаний нет, вот мы ходим к врачам, и врачи разбудят руками и говорят только пробуйте, да, и тем не менее не получается, значит, есть запрет на приход детей, и это может быть тоже влиять на это опыт прошлых воплощений, когда вы, например, могли умереть в родах или тоже потерять ребенка и решить, что лучше вообще не иметь детей, да, лучше не рожать, потому что это опасно, да, или, например, ребенок, в которого вы вложились, да, там, все свои надежды и чаяния в него вложили, он вырос, да, и, не знаю, бросил вас, уехал там куда-то, нарушил традиции рода, вообще опозорил род, сделал что-то такое, да, что просто стало клеймом на вашей семье, и вы решили, что, ну, все дети бездарные, лучше вообще не иметь детей, вот, чтобы не оказываться в такой ситуации, так это важно открыть, да, и сделать новый выбор, и разрешить себе иметь ребенка, но, к сожалению, это вот невозможно сделать на уровне сознания, мы тысячу раз можем себе сказать, и ничего не произойдет, вот это нужно размыкать там и посмотреть, а что нас привело к этому, потому что вот даже Саша, да, говорила, помните, что она погибла, несчастный случай был, вот, смерти, когда жизнь складывается гармонично, то мы умираем своей смертью в глубокой старости, когда несчастный случай, убийство, мы идем и разматываем эту жизнь, и мы могли, кстати, с Сашей попасть сразу в момент, вот, в последний день ее жизни, и мне бы сразу было понятно, что там, что-то не то, там какие-то поломки, там отречение от жизни, потому что так, это не просто так, да, потому что что ее к этому привело? Она в своем мире там в траве лежала, ковырялась, абсолютно оторванная от этой реальности, и эта реальность, да, ее перемолола, и это обращение внимания души, что, ну, вообще, посмотри, да, ну, этот мир существует, машины по дорогам ездят, будь осторожней, не уходи в себя, не уходи до этого мира. Будь в обществе, не отрывайся от него, оно тебя поддерживает, оно тебя на самом деле любит, оно не считает тебя плохой, грязной, неправильной, другой. Это очень важно увидеть, конечно, да. Вот. Ну что, надо нам заканчивать, да, вот единственное, что я бы, да, много очень вопросов, что за курс? Курс регрессии деньги, да, уже открыта регистрация. Старт 15-го числа. Это будет три недели, три занятия в неделю, всего девять. Это видеоуроки, это регрессия. И мы будем исследовать ограничивающие убеждения и законы финансового изобилия. Мы будем открывать наши жизни, те жизни, которые как раз мешают, не дают нам быть счастливыми, богатыми, процветать. И те жизни, где мы уже были богатые, где мы знаем, как это, для того, чтобы, да, вот те, кем мы были когда-то, как раз и научили нас, напомнили нам, да, наши дары. Мы будем работать с родом очень глубоко. Потому что у многих разорваны связи в роду. Да, есть исключённые из рода. Есть опыт наших предков, который также влияет на нас неразрывно. Наше тело, каждая клеточка, каждая молекула ДНК хранит память о каждом, кто был до. А пространство нашей души, все судьбы, все истории. И если этот опыт не принят, да, если там тоже есть опыт самоубийства, разорванных связей, когда кого-то забыли, знать не хотели, я буду про всё это там рассказывать ещё, конечно, то это тоже не даёт нам. Вы спрашиваете, вы тоже регрессивные вот эти вот такие вот техники? Конечно, я же регрессовок, поэтому мы немного говорим, а дальше мы идём в путешествие, и с каждым происходит то, что происходит. Причём, да, можно вообще прийти с одним запросом, пойти в регрессию. Вам можно сказать, что причина в чём-то вот в этом. А вам откроется то, что вам нужно, то, что вам откроется. И, да, эти чудеса сплошь и рядом происходят. И вообще мы в регрессию всегда берём все запросы. Поэтому на любой курс, в любую регрессию, как бы она ни называлась, чему бы она ни была посвящена, можно идти с любыми запросами. И вот, да, вот даже Саша рассказывал, какая многомерная жизнь, в ней и ресурсы, и какие-то нарушения, и осознание. То есть сколько там всего, как и в каждой нашей жизни. Вот я помню, например, жизнь, да, там, может открыться абсолютно беспросветная, знаете. А потом, ты говоришь, а посмотри, а были всё-таки моменты, да, когда ты получал удовольствие или радость, или какая-то отдушина. И вдруг человек может вспомнить, и, казалось бы, вся жизнь, да, там, на таких внутренних поломках и на отречении. Но было что-то, да, вот какой-то лучик света, какой-то навык, который тоже можно достать и использовать в этой сегодняшней жизни. Начинать этот навык развивать, совершенствовать. Как мы делаем много жизней, и те дети, которые в пять лет, например, да, обладают какими-то уникальными способностями, те дети, которых мы называли вундеркинды, это всего лишь, да, накопленный опыт, наработанные вот эти навыки с прошлого, для того, чтобы сегодня они как боги играли на каком-то инструменте, или складывали там стозначные числа в своей голове, или ещё что-то изобретали. Это не просто так, да, и жизнь, она очень справедлива, только не в моменте, да, вот в такой, в своей многомерной реальности. Вот, в общем, всё мы это будем делать. И многие, например, говорят, да, что в нашем роду не было богатых, нечего и начинать, да, мне всегда хочется добавить, ну да, если мы не позавтракали, всё, можно уже больше не есть никогда. Да, ну зачем, да, пропустили же, так вот, да, мы будем открывать ресурс роды, поверьте, да, вот к вам будут приходить эти предки, брать вас за руку и говорить, не было богатых, пошли, я тебе сейчас покажу, кто там в твоём роду, вот. И это, конечно, удивительно. В общем, будем со всем работать, конечно, будут и аудио, там, сообщения, у нас поддерживающий чат, где есть кураторы, моё личное участие, ещё есть у нас другой чат, где я буду, да, собирать часто повторяющие... То есть если вдруг у кого-то будет не получаться погрузиться, кто-то скажет, ну не могу, ничего не вижу, будет какая-то, да, помощь ему оказана, поддержка? Конечно, будем помогать, вот, объяснять. Вообще, как бы, на курсе много людей, которые пришли с предыдущего курса, и они тоже будут вам помогать, это всегда происходит, это очень такое дружественное пространство, и кто-то вам будет писать, подожди, ты туда смотришь, потому что это бессознательное, поднимает на поверхность сознания что-то, но человек этого, как бы, ну, не замечает, он слушает свой ум, который говорит, слушай, да всё ты себе придумываешь, да, наверное, ты опять себе всё нафантазировал, да, это вот эта шагня. У меня выгодно, может, не мешать. У меня выгодно, может, не мешать немножко, я думаю, как я классно умею фантазировать. Вот, вообще, когда только люди регистрируются на курс, вот, 12-го числа, я открою доступ к вводному уроку и к одной такой небольшой ресурсной регрессии. И вот на вводном уроке я вообще рассказываю, что такое транс, да, что такое гипноз. Вот снимаю всю вот эту мистику, вот, и мы даже там делаем упражнения, которые позволяют отличить фантазию от воспоминаний, вот немножко попробовать, послушать себя. Конечно, мы начинаем с собой знакомиться, мы начинаем смотреть туда, куда мы вообще никогда не смотрели и даже не думали. Мы привыкли вещи видеть такими, какими мы привыкли их видеть. Так вот, да, регрессия – это возможность выйти за пределы привычного и просто разрешить себе, дать себе такую возможность. Но, конечно, да, всё по готовности. У каждого свой срок созревания. Бывает даже, вот, например, на предыдущем курсе кто-то шёл там первое, второе, третье занятие, вот, ему казалось, что ничего не происходит, он там ответы на все вопросы не нашёл. А потом очередное занятие, и вдруг всё, да, в голове всё складывается, все пазлы. Вот, ну, оно по-разному происходит. У меня вообще, видите, две недели вообще ничего, тишина полная, да? И за пределами путешествий, и во снах могут приходить ответы. То есть это путешествие, если оно начинается, то оно не только в момент прохождения регрессии, оно и после. Жизнь начинает разговаривать с нами через сны, через слова других людей, которых мы встречаем, через события, которые происходят. Мы начинаем это видеть, замечать, да, вдруг, то, что мы не видели прежде. Ну, вот, примерно так это работает. Ну, будем разбираться, что я, да, не волшебница, я никому не даю никаких гарантий, я предоставляю возможность, я проводник, да, я отвечаю за процесс. Вы отвечаете за содержание. Каждый приходит и приносит свои вопросы и свои ответы. Но они там внутри. И до них бывает непросто добраться. А за результат отвечает ваша бессознательная, вот ваша душа, что она будет понимать. И, конечно, вы, который что-то с этими пониманиями и осознаниями будет делать, потому что она может всё показать. Но если мы будем жить по-прежнему, не используя этот опыт, эти знания, этот ресурс, в нашей жизни всё будет, конечно, да, не просто меняться. Поэтому, то есть это такое сотворчество, сотрудничество, да, наше совместное и ваше с той жизнью, которую вы будете творить, делать своими собственными руками и ногами. Валерия, где им это найти? У вас в шапке профиля, где ссылка? Да, ссылочка в шапке профиля. Да, заходите, там вся информация, почитайте, посмотрите. Можете перейти на мой сайт, почитать мои посты. Ну, в общем, будем знакомы этим словом. Вот пишите в директор, если... Прошу, отличная консультация, ребят, очень дорого, и запись до конца года у Валерии расписана. Вы не поверите, у Валерии такие клиенты, которые реально... Дело даже не в этом, дело в том, что, да, действительно, как бы очень важная запись, да. Поэтому и провожу курсы для того, чтобы это стало доступным для многих. И поверьте, каждый курс построен таким образом, очень поступательно, и можно идти с нуля. Все курсы не связаны между собой. Если вы не проходили предыдущий, да, идите на этот. Вот, все постепенно, постепенно будем разбирать. Вот, плюс я использую еще нейрографику, кстати. Саш, я вам, кстати, подарю один урок с предыдущего курса, где мы вообще создаем свое будущее, чтобы вы еще через нейрографику прорисовали, да, и вот заложили прямо вот на уровне нейронных сетей мозга свое прекрасное рождение. Все, я вам сегодня сделаю этот подарок. Сейчас я вам пришлю доступ к этому уроку. Я вам прямо желаю. А тогда, когда уже рожу, тогда приду к вам на финансы. Да, потому что я еще использую нейрографику вместе с регрессией. Супер, благодарю. И нейрографика – это способ целой алгоритмы, да, когда мы можем прорисовать что-то, трансформировать это. И, в общем, это работает, там, да, ученые все это описали, доказали, тоже буду рассказывать, сейчас уже нет времени. Вот, в общем, по-разному мы работаем, так что приходите, работать над собой, знакомиться с тобой, открывать свой собственный мир и через него тот мир вокруг, который, возможно, еще не открыт вот теми гранями, которые, возможно, пришло время уже открыть. Саша, я была очень рада вас. Навес бриллианта просто алмаза сегодня была, я считаю. Эфир обязательно сохраню. Ну, надеюсь, что Инстаграм ничего мне тут не похоцает. Он будет у меня всегда висеть в Инстаграм ТВ. Валерий аккаунт вы теперь знаете у меня в сторис, он несколько раз отмечен. Там вы ищете все дальнейшие ваши пути в ваши прошлые жизни, распаковки и ваше счастливое будущее. Я вас благодарю и желаю вам самых прекрасных и чудесных родов и жизней, Саша. В общем, будем на связи. Благодарю и всех наших зрителей тоже. До свидания. До свидания. Счастливо.